Поговорить о разнице между первой частью Мафии и ее ремейком мне захотелось сразу после того, как я прошел последний. Потому что я понял, что здесь проведено огромное количество точечных изменений, но разговор о них будет слишком спойлерным, чтобы включать это в обзор. Так что, как я и обещал там, выпускаю этот, ну так сказать, дополнительный материал с более пристальным разбором очень конкретных вещей и со спойлерами. Огромным количеством спойлеров вообще всего, что только можно спойлерить. Итак, орет в диктофон у стола для вивисекции Иван Лоев, орудует скальпелем Андрей Каханов, а вы находитесь между тем на stopgame.ru. За работу! Я долго думал о том, как конкретно проводить сравнение и понял, что самый правильный путь это просто идти по миссиям и в лоб сравнивать то, что происходит в обеих версиях игры. Но чтобы спрыснуть процесс, так сказать, драматическим накалом... Да, я буду вести счет непонятно чего. И посмотрим, куда это нас заведет. И рассказ мой в первую очередь будет нацелен на людей, которые хотя бы в общих чертах представляют, о чем была первая мафия. А теперь к делу. Начнем мы... Нет, не с первого задания, а с введения, в которое плавно перетекает вступительная заставка, в которой Томми встречается с детективом Норманом с целью поделиться очень интересной информацией. Причем, если в оригинале Томми выглядит суперспокойно, он сам прибыл в кафешку на метро и практически вальяжно предложил детективу получить информацию обо всех активах и деятельностях семьи Сальери, то в ремейке и по поведению, и по характеру разговора видно, что главный герой явно влип в большую заваруху, раз занимается бегством от теней и не может даже кофе себе самостоятельно оплатить. Причем детектив Норман в этой истории не просто представитель полиции, а очень конкретный человек, расследующий дело Морелла. Так что он не просто слышал о громких событиях в Лост Хевен в последние годы, в которых принимал участие Томми Анджело, он их предметно изучал и исследовал. И вот тут начинается сама игра. Первая миссия. Полли и Сэм уходят от преследователей из семьи Морелла, попадают в аварию, Полли получает ранение, и тут неподалеку оказывается такси с нашим главным героем. В общем, чтобы выжить, надо помочь двум этим вежливым джентльменам. В оригинале приходится с помощью ловкости рук и умения управлять неповоротливым автомобилем, оторваться от преследователей, а потом подвезти своих клиентов до бара Сальери, где Сэм в очень нагнетающей катсцене передаст перепуганному герою благодарность от Дона Сальери. В ремейке, чтобы уйти от преследователей, можно просто проехать через определенную точку, и игра все красиво сделает за вас. Зато этих преследователей там сначала одна машина, потом три, а потом еще сколько-то, и от них надо просто упрыгать через мост. И тоже получить награду. Но не с таким сложным лицом. Далее через катсцену практически слово в слово повторяющуюся в обеих версиях, где главный герой рассуждает о том, что денег ему дали столько, что можно купить новую машину, но с преступностью он связываться не хочет. Мы попадаем во вторую миссию. И суть ее проста. Повозить людей, продемонстрировать игроку, что работа таксиста это, знаете ли, не чай с вареньем, пить и плюшками, а потом заставить героя бегать от вооруженных людей. Ремейк справляется с обеими задачами как-то в лоб. Сначала дает повозить трех человек, которые просто ведут себя неприятно, а потом, когда в момент перекура Тома настигают товарищи семьи Морелло, игроку предлагают преодолеть своеобразную полосу препятствий, чтобы добраться до безопасного бара Сальери. Оригинал с обеими задачами справлялся более нетривиальными методами. Возить там надо было в два раза больше человек, то есть это было достаточно долго, и они всю дорогу молчали. Но, как и любой клиент такси, хотели, чтобы водитель не просто не сбивал никого и не попадал в большие аварии, но не превышал скоростной лимит, не проезжал на красный свет, ездил по дорогам и никуда не врезался, да еще и во временной лимит укладывался. Короче, ненавидеть вот таких клиентов хотелось не столько Тому, сколько игроку, который привык газ в пол и вперед. Культовый момент спешей погони с одной стороны обставлен абсолютно аналогично, но подход совершенно иной. Потому что вот эта пробежка до бара Сальери здесь, это не столько полоса препятствий, в которые надо выискивать, куда же бежать дальше и постоянно прыгать через заборы, сколько этакая микроэкскурсия через обычный городской день в Лост Хевен. Вон кто-то дверь вскрывает, кто-то отливает, кто-то с кем-то расстается, а кто-то кого-то ждет в подворотне. А мы мимо всего этого бежим спасать свою жизнь. Впрочем, концовка миссии в ремейке все же лучше, потому что парни Морелло понимают, где оказались. А не так, что вслепую ломятся в бар Сальери, на котором прям так и написано, что вообще-то это бар Сальери. Ну а потом получают на... орехи. А еще, хоть в ремейке музыка и хороша, но в оригинале она просто божественна. Миссия номер три, по итогам которой Томми принимают в семью, посвящена первому его делу. Налету на стоянку Морелло с последующим нанесением материального ущерба, стоящим там машинам. В оригинале это довольно веселая миссия, потому что знакомит нас с одним из принципов местного геймдизайна. Многие задания здесь работают, как маленькие локальные песочницы. Перед героем ставится конкретная цель, обрисовывается зона ее выполнения, а дальше игрок может делать что угодно. Конкретно здесь у нас есть стоянка, сторож и бар через стену, где тусят вооруженные парни Морелло. И глобально есть два пути. Либо потихо и устраняете сторожа, а потом крушите машины, и тогда во время отступления придется иметь дело с хвостом. Либо вы вступаете в неравный бой, и ловкостью и хитростью побеждаете всех супостатов, после чего спокойно лупцуете машины и уезжаете в закат. Если же подключать фантазию, то всяких разных вариантов, типа положить ящик для того, чтобы подпереть дверь, а другую дверь подпереть машиной, подключить ко всему процессу каким-нибудь образом проезжающих мимо полицейских или еще что-нибудь, здесь просто огромное количество. Ремейк же прокладывает четкий коридорчик. Прокрасться здесь, вырубить охранника, побить машины, побить людей и свалить. Мех. В конце миссии Тома принимают семью и соответственно представляют ему ее членов. И у меня какие-то смешанные эмоции от этого по итогу. В версии оригинала все уж очень идеально. Все прям всех любят. Луиджи, владелец бара, отличный повар, Винченцо, оружейных дел мастер, добрый покладистый мужик, а механик Ральфи и Поли друг друга так ловко и, мне кажется, беззлобно подкалывают, что прям Люба дорого смотрит. А вот та же сцена, практически слово в слово, в ремейке. Деньга! Галь! Пушки голову отца! Барди, Поли, вы не можете просто сберуться на человека как так. Я извиняюсь, Ральфи, я просто бью вашу balls. Я у нас еще самое. Я думаю, что у нас есть 2-2-3-3-3-2 работают здесь. Мы не хватает. Ты готов, Ральф? И это выглядит странно, при том, что участие Ральфи в дальнейшем развитии сюжета сведено практически к нулю. К тому, что Луиджи здесь не такой прекрасный кук, а Винченцо более веселый мужик, у меня ни вопросов, ни претензий нет. Здесь же Сальери объясняет основные принципы существования его семьи. Респектабельное поведение, помощь людям, а не насилие над ними и запугивание, и никаких наркотиков. По-новому обставили и следующую сюжетную миссию, где Том, Сэм и Полли совершают регулярный объезд с целью собрать деньги за крышу. Сначала идет сценка в хлебобулочной лавочке, потом в магазине китайца, куда Полли вываливается, чтобы выпустить пар, и заканчивается путь в загородном мотеле, где на троицу нападают, и разруливать ситуацию приходится главному герою. В оригинале же, вместо пекарни, приходится просто стоять здесь. А потом здесь. В мотеле логика происходящего практически такая же, только там в конце вылезает мужик с неприличным количеством жизней. Зачем он здесь? Откуда? Следом, в интермедии, которая есть и там, и там, нас знакомят с Морелло. И интересно то, что в по сути двух одинаковых сценах нам показывают двух разных людей. Что происходит в оригинале? Мужик на драндулете влетает на перекрестке в роскошный лимузин. Кто виноват? Ну, я не автомобилист, но выглядит так, как будто это мужик тупанул. Морелло выходит из машины и на правах правого оверреактит. Да, плохой человек. Да, плохой поступок. Но внушает ли это страх зрителю? Да не шибко. В отличие от новой версии Морелло, который сам влетает в машину известного боксера, а потом, услышав обвинение в свой адрес, закипает и у всех на глазах избивает еще раз известного боксера как боксерскую грушу. Гаечным ключом. Правда, но не суть. В результате имеем гораздо более выразительного злодея. Далее у нас идет самая известная миссия в игре, на примере которой отлично прослеживается, что реалистичный подход к подаче истории далеко не всегда идет ей на пользу. Но в чем суть вообще? Есть гонка для победы, в которой Морелло выписал себе спеца из Европы на супер-быстром болиде. А победить-то должны наши парни, то бишь Сальери. Так что Томми берет этот чудо-болид и ночью проезжает на нем через весь город, чтобы его где-то там подправили, а потом отвозит обратно. А потом сам участвует в гонке, потому что Морелло гонщику Сальери поломал пару косточек. И за некоторым исключением именно так дело и обстоит в ремейке. А теперь считаем количество поездок в оригинале. Из бара Сальери на трек ночью, чтобы забрать болид. С трека до мастерской Луки Бертоне. Никаких кибертонов. Его зовут Лука Бертоне. Он механик. Он что-то подправит, и потом этот болид надо отправить ночью, опять же через город, обратно на трек. Теперь с трека до бара Сальери обратно. А потом на утро снова из бара на трек. И вот только после всего этого случается феноменально известная гонка. Ремейк же не просто выкидывает из этой формулы все ненужные поездки, но добавляет вишенку на торт. Во-первых, нормальное празднование победы Томми, в ходе которого он пересекается в том числе и с Сарой. А во-вторых, поездку с бухим Поли домой, в ходе которой тот немного раскрывается как персонаж. Следом у нас идет одна из самых нелепых миссий оригинала, о том, как к дочери Луиджи Саре стали приставать какие-то придурки, и заботливый отец попросил Томми проводить девушку домой. И случается большая рукопашная драка, по итогу которой герой знакомится с девушкой и сближается с ней же. А на следующий день Том и Поли, вооружившись бейсбольными битами, отправляются обучать шпану уже на ее территории хорошим манером. Нелепость миссии в оригинале заключается в том, что большая ее часть сводится к рукопашным поединкам. А они в игре выглядят, мягко говоря, нелепо. В 2К20-м драться стало заметно удобнее и зрелищнее, что однозначно хорошо. Но вот вторая половина миссии, где Том и Поли отправляются на поиски логова этой шпаны, и вместо рукопашного хлисталища нарываются на перестрелку со взрывами, лично меня немного сбивает с толку. Очень показательно здесь смотрится концовка миссии, потому что в оригинале Поли не дает даже толком замешкаться главному герою, который задумывается о том, стоит ли вот так вот сходу убивать отморозка. Он, конечно, козел, но настолько ли? В ремейке акцент на замешательстве выражен гораздо лучше. И я хотел было сказать, что подводка к нему тоже лучше, потому что герой впервые убивает кого-то на экране по собственной воле, а не из самообороны. Но перестрелка со взрывами, которая была буквально несколько минут назад, напомнила мне, что все не так и просто. Но как бы то ни было момент этот важный, и акцент, что герой таки замешкался, тоже важный. Это делает Тома в ремейке как персонажа ощутимо более человечным и реалистичным, в отличие от оригинала, где герой с абсолютно каменным лицом заявляет, что его не парит, что ему пришлось убить столько людей, хотя характер у персонажа показан куда более покладистым. И от этого тезиса мы плавно переходим к следующей миссии, в которой оригинальный мягкий характер Тома дал таки о себе знать. Общая картина дела у нас простая. Тома отправляют убить управляющего борделем, который перешел дорогу с Альери, подорвать само заведение и убить одну проститутку, которая сливает инфу о делах семьи, на сторону. В оригинале дело развивается следующим образом. Героя отправляют на задание в наказательное назидание за допущенную ошибку. В автомобильной аварии один из парней все-таки выжил, а убитый оказался сыном важной полицейской шишки в Lost Heaven. Поэтому Тома отправляют в бордель, где игрок оказывается как будто бы в миссии а-ля Хитман. Но по факту интерактивности здесь не так и много. Можно выбрать убивать сначала проститутку, или же после того, как поднимется шум, потому что он поднимется неизбежно. Ведь убивать охрану придется, как и отпустить проститутку, потому что у Тома не поднимется рука убить молодую, красивую, но глупенькую барышню, которая оказывается еще и подругой Сары, и так жалобно просит прощения. После того, как два этих пункта будут выполнены, будет заложена бомба, совершится перелет на соседнюю крышу, будет совершен прорыв через поднятых по тревоге копов до церкви, где как раз-таки хоронят погибшего давеча товарища, и у Томми появляется идеальный шанс довести до конца незаконченное дело. В ремейке же, чисто механически, мы получаем ровно то же самое. Отель-бордель, по которому можно пробежаться, проститутка, которую придется отпустить, охрана, которую надо перебить, взрыв крыши церковь с похоронной службой. Значительно изменится контекст. Подрывать заведение Сальери решит, потому что владелец планирует переходить под крылом Морелла. О похоронной службе в семье знают, поэтому взрыв нужен для того, чтобы Сэм, вооружившийся снайперской винтовкой, мог незаметно устранить выжившего в аварии парнишку. И проститутка оказывается не просто подругой Сары, а... В общем, Сэм ее постоянный клиент. И так как ни девушки, ни близких друзей у него нет, выговаривался о тяготах бандитской жизни он ей. Так что он дает Тому денег и просит, чтобы тот отпустил девушку, чтобы та свалила из города подальше. Поэтому Том запугивает ее как может, и только потом передает привет от Сэма и отпускает. После чего в церкви, где Том гонится за выжившим, вовремя подоспевший Сэм, наконец-то делает тот выстрел, который должен был совершить несколькими минутами ранее во время взрыва. Ну да ладно, главное, что он его все-таки делает. Со следующим заданием ситуация вышла обратная. При практически полном сохранении фабулы, здесь много именно игровых изменений. Суть-то миссии простая. Едем за город забирать виски, нелегально привезенные из Канады, а попадаем в полицейскую засаду, вырываемся из нее и уходим от погони. В оригинале, во главе происходящего, стоит уже привычный реализм. У нас в распоряжении небольшая ферма, по которой можно бегать вдоль и поперек. Врагов здесь не так много, но из-за того, что действие происходит ночью в дождь, они порой умудряются очень хорошо спрятаться. А бегать приходится много, потому что на ферму Том отправляется в одиночестве, а поле остается ждать его на въезде. А потом еще надо искать, как вскрыть ворота одного из сараев, а для этого нужен лом, а его никто не подсвечивает. Короче, заблудиться на раз-два. В ремейке, если мы не считаем переписанной для большей выразительности диалоги и пару корректировок сцен для соблюдения характеров персонажей, миссия превратилась в образцовый такой аттракцион. Никакой лишней беготни в поисках лома, все начинается с нагнетающей атмосферы ночной грозы, переходит в небольшую перестрелку, потом в большую, а потом начинается весьма драматическая погоня, в конце которой вылезает аж бронеавтомобиль с пулеметом. Однако одно весьма важное контекстное изменение все-таки случилось. В концовке, когда раненого Сэма доставляют к доктору, там же остается и поле, а главному герою не хватает места и его отправляют домой. И опустошенный всем этим адреналином герой приходит домой, где его ждет Сара. И в этот момент, чувствуя, насколько она для него важна, он делает ей предложение. Потому что ему очень важно быть с чем-то связанным. С кем-то связанным. И это офигенно важный момент, который очень напрасно был упущен из виду в оригинале. Дальше идет букет заданий, в которых разница между оригиналом и ремейком сводится практически к минимуму. Убийство канцельери Фрэнка, которого власти вынудили сдать бухгалтерские книги Сальери, пригрозив семье героя, различается только геймдизайном. В первом случае вам дают на растерзание целый аэропорт, заполненный противниками и мирными жителями. И вы сами решаете, кого вы хотите пощадить, а кого убивать. Но в результате уже традиционно вас заставят бегать туда-сюда. Сначала в поисках семьи Фрэнка, потом включает наручников, потом билетов на самолеты. И в конце Том, естественно, не сможет сделать то, что должен, и отпустит Фрэнка с миром. В ремейке вы просто приезжаете в аэропорт, убиваете всех и смотрите катсцену, в которой Том тоже отпускает Фрэнка, но справедливости ради стоит заметить, что нам показывают, а не рассказывают, что на похоронах Фрэнка, Морелла и Сальери присутствовали оба и даже не кусались. В задании, где надо под покровом ночи пробраться в особняк, чтобы спереть из сейфа важные доказательства против Сальери, в ремейке перед нами, опять же таки, практически линейная миссия, четко разбитая на этапы. Погулять по лабиринту, войти в здание, поднять тревогу и пострелять в конце. В оригинале этот эпизод гораздо любопытнее проходить, потому что нам не говорят, где искать, что искать, и вся территория особняка и его окрестности доступны для изучения. И вводится мини-механика напарника-взломщика, которого надо довести до сейфа и вывести с территории живым-здоровым. И игрок им сам командует, когда следовать за героем, а когда стоит притаиться и где. А по территории, между прочим, ходят охранники. И не только. Впрочем, в ремейке сделали потешно то, что Сальваторе говорит только на итальянском. И они с Томом друг друга не совсем хорошо понимают. В миссии про подпольный виски из Кентукки, где на сделку, проводимую в многоэтажной парковке, совершают налет, и героям надо умудриться спасти и себя, и груз, изменения вообще случилось только два. Во-первых, в ходе перестрелки продавец не умирает, а во-вторых, подводка к заданию стала чуть более живой, потому что клиент уходит от Морелла к Сальери, и выглядеть это должно как ограбление. Но чисто по механике обе версии задания это большая кинематографичная бойня с последующей погоней. Одно маленькое, но важное изменение настигло и славную миссию, рассказывающую о том, как Дон Сальери отправился отобедать в ресторан Пепе, а там его настигли люди Морелла. И в оригинале, и в ремейке сначала Тому надо убить всех атакующих, и тут ничего особо интересного нет, стрельба и стрельба, но потом мы едем в гости к якобы заболевшему телохранителю Дона к нему домой, и застаем его с дамочкой в кровати, после чего тот пытается сбежать, и в оригинале беглеца убивает Том, а в ремейке сам Дон, который в этот момент вскипает ровно как и Морелла. И вот здесь начинается война. Первым делом Сальери решает устранить политика, спонсирующего Морелла, потому что знает, что для победы в войне надо перебить не армию, а ее генералов. И в ремейке праздничный пароходик, конечно, не такой веселый. В оригинале это миссия песочницы, в которой можно возиться и придумывать самые абсурдные методы убийства цели. Хоть ведром, хоть бухим, хоть как угодно. К тому же, даже если следовать предполагаемому сценарию развития событий с поиском пистолета в туалете, еще требуется самостоятельно найти оптимальную позицию для стрельбы. В ремейке же все поставлено на рельсы. Посмотрите сюда, поговорите с этим, возьмите это, спрячьтесь, выстрелите, убегайте. Но это, конечно, зрелищно. Тут ничего не могу сказать. И если пароходик изменился не так уж и сильно, то вот долгое и мучительное убийство Серджио Морелло, брата главного антагониста Сальери, пострадало ощутимо. 20 лет назад это была многоступенчатая напряженная миссия, где на каждом этапе главному гаду как-то везет. Сначала его хотели подловить в ресторане, подозвав к телефону, но там его не оказалось. Потом хотели взорвать его машину, но подорвалась в ней его любовница. Тут же попытались перехватить его на какой-то встрече, но там у Поли заела Томми Ганн, и пришлось уходить от преследования. Следом дело перепоручили профессионалам, которые тоже облажались, и уже после этого Томми отправился в порт. И порт, простите за выбор слов, это одна из самых жопоразрывающих локаций в игре. Потому что она огромная. Тут куча врагов, тьма, закоулков, и минимум аптечек. Так что здесь можно запросто, реально 20 минут шарахаться по окрестностям, и внезапно огрести какую-нибудь пулю непонятно откуда, и откатиться на самое начало эпизода. Поэтому, когда вы добираетесь таки до Серджио Морелло, очень хочется его убить. Не столько с позиции персонажа, сколько с позиции игрока. В ремейке же миссия и близко не раскрывает сути своего названия «Везучий ублюдок». Из эпизодов остались только неудачные спецы, подрыв машины, и перестрелка в ресторане. Но тут ни у кого ничего не клинит, а просто цель сбегает, прикрываясь своими телохранителями. Но зато дают покататься на мотоцикле, управляется который ужасно, спасибо, не надо было. А перестрелка в порту превратилась просто в коридорный этап, который, конечно, красиво завершается, но не в этом же суть. С убийством самого Дона Морелла дела обстоят неоднозначно. По факту в обеих играх герои приезжают в оперу, начинается погоня, заканчивается она в аэропорту, где главгат садится на самолет, который нам предстоит сбить. И в оригинале он просто падает. И это странно, потому что не дает никакого ощущения победы над главным злодеем, преодоления какого-то важного этапа. Даже миссия сама по себе по сложности ни в какое сравнение не идет с тем, что было до нее. В ремейке самолет тоже падает, но чуть более замысловато. И даже где-то посереть города. И нам дают насладиться хотя бы личной победой над злодеем. Но выглядит это падение, конечно, очень странно. Но интересно становится дальше, потому что миссию по убийству политика перелопатили весьма ощутимо. Тома отправляют в заброшенную тюрьму, чтобы он с крыши застрелил политика, который копает под Сальери. Герой проникает на локацию, натыкается там на каких-то вооруженных чуваков, перебивает их, потом совершает такие убийства и уходит от полиции. В ремейке же, во-первых, в тюрьме нет никаких непонятных вооруженных людей, которые как будто бы только и ждали, пока к ним кто-то вломится. Тут обитают какие-то отбросы, бомжи, но почти все они безобидны. Почти. Во-вторых, основной движ начинается не до выстрела, а уже после, когда к тюрьме подкатывают копы. Но все равно остается вариант уйти по стелсу. Главное главное же отличие в новой концовочке, потому что раньше нашей целью был просто грязный продажный политик, подгребающий под себя все бордели города. Теперь же он все еще продажный, он имеет дела какие-то с борделями, но в том числе он вообще-то борец за женские права. И у него есть жена и шесть дочерей. Так что, видимо, не все плохиши такие уж и плохие, как правильно замечает Сара. А что не все хорошие парни хорошие, герой поймет уже в следующей миссии. Причем тут есть тоже важные переделки. Значит, как дело было раньше. Сальери подозрительно просит своих приближенных утащить из порта партию крутых кубинских сигар. Дескать, давненько не курил. Герои разрабатывают план, Том скрытно пробирается в порт, прикидывается грузчиком и таскает там ящики. Так или иначе, но тревога все равно поднимается, устраивается преследование, в общем, всех надо потом перебить, но в конце оказывается, что в коробках на самом деле валялись не сигары, а алмазы. И Том с Полли, чувствуя себя использованными, что им не доверяют до конца, решают самостоятельно грабануть банк. Но это дело следующей миссии, сейчас о другом. Ремейк на такой заход отвечает следующими мерами. Во-первых, Сальери сразу говорит об алмазах и поясняет, что ФБР таким образом привозит их с Кубы. Во-вторых, чисто механические задания это вполне вменяемый стелс с обшариванием складов в поисках ящиков, а не просто таскание их взад-вперед. В-третьих, содержимым этих ящиков опять-таки оказывается не то, что обещали героям. Героин! И эта штука выглядит гораздо более убедительным поводом сильно усомниться в желании сохранять верность Дону, который в начале игры говорил о том, что с наркотиками он дел не будет иметь. В Сальери вообще по ходу повествования в ремейке из полной противоположности Морелла постепенно превращается во все более похожего на него персонажа. Короче, это нас приводит к тому, что Том и Поли следующим делом грабят банк. С точки зрения фабулы и там и там это одно и то же. Разница тут предсказуема в подходе к реализации с точки зрения игрового процесса. В ремейке у нас происходит кинематография с перестрелками, сиреной и прочими радостями. А в оригинале сначала надо место посетить, план обговорить, к дельцу оружием, не состоящему в семье заглянуть и вооружиться и только после этого отправляться на дело. И если действовать оперативно, то можно уложиться даже до прибытия полиции и обойтись малой кровью. В последней же миссии отличий вообще минимум. Том обнаруживает мертвого Поли, получает звонок от Сэма, едет в галерею, узнает, что семья обо всех его предательствах и об отпущенной проститутке, и об отпущенном Фрэнке, и вот об этом дельц из Поли короче знает и сейчас его будут Поэтому для того, чтобы выжить, Тому приходится убить всех и Сэма в том числе. Разница в этот раз в деталях и мелочах. Если в оригинале, который тяготел к долгим ненужным поездкам и прогулкам финальная миссия начинается уже у Поли дома, то в ремейке все начинается у Тома дома с разговора с Сарой. И опять же диалоги переписаны под более живую человеческую речь, поэтому смерть Сэма стала выглядеть лучше. Все это нас приводит к новому эпилогу, суть которого в прежнем. Том сдает своих подельников, отсиживает 8 лет в тюрьме, возвращается к семье, проживает какую-то жизнь и в конце ее получает привет от мистера Сальери. мистер Энджело. Нет. мистер Энджело. Мистер Энджело. Мистер Энджело. Мистер Энджело. Мистер Энджело. Мистер Энджело. Том, нам показывают его семью. Показывают ради чего и кого он оставил свою прошлую жизнь и потратил лишние 8 лет в тюрьме. И это работает, потому что мы на протяжении основной игры видели этих людей или как минимум слышали о них. И это важно, потому что в конечном-то счете история не про законы человеческие и юридические, а про выбор человека, про его место в этом мире. Вот это все. И раз уж я затеял бальную войну и нашел как минимум один любопытный факт, то давайте до кучи поговорим про другие мелочи и интересности, которые различают игры. В оригинале за счет большого количества мотаний по городу туда-сюда к концу игры Lost Heaven игрок хорошо знал, где располагаются районы, как оптимальнее проехать из одного в другой и где находятся срезы. Происходило это еще и за счет того, что никто не пользовался GPS и игрокам часто приходилось смотреть на карту на экране. С другой стороны, ремейк за счет газетных вырезок, информационных выпусков по радио и прочей подобной сопутствующей информации гораздо лучше раскрывает настроение эпохи. Великую депрессию, сухой закон, политические течения того времени и прочие детали. Еще я бы смело накинул очков оригиналу за проработку всяких мелочей, за остающиеся на полу гильзы и магазины, за колеса, которые можно и отстрелить, и прострелить, и это повлияет на управляемость машины, за бесполезные, но работающие автомобильные поворотники, за функционирующую механику бензоколонок, за то, что машины взрываются только если стрелять им в двигатель или попасть по бензобаку, за возможность полноценно целиться и стрелять во время езды в конце концов. И оружейный инвентарь в оригинале более логично работал. Пистолеты можно было держать в карманах плаща, а вот больших волын, типа автомата, дробовика, винтовки, таскать с собой можно было только два. Но в плащ убирался только один. В ремейке у вас есть просто две ячейки, куда можно взять любое оружие. Но ему можно накинуть балл за оптимизацию маршрутов, потому что здесь срезали вот этот вот дико неудобный угол, который в оригинальной игре чуть ли не в каждой миссии приходилось огибать. А тут проложили нормальную дорогу. Спасибо. А еще в ремейке как будто нет светофоров, которые в оригинале торчали практически на каждом углу. Казалось бы, что за безобразие? Ведь должны были регулировать движения в 30-х. Да и механика полиции, реагирующая на проезд на красный свет в оригинале, была и влияла на игру. А потом я пошел гуглить фотки того же Нью-Йорка 30-х годов. И знаете что? Там светофоров почти нема. Вот такие дела. Ладно, по факту весь этот счет это туфта, потому что не так работают оценочные и даже сравнительные системы, и вообще ролик не для того делался, чтобы сказать «Вот, смотрите, какой мастхевный ремейк получился», а для того, чтобы проиллюстрировать конкретные мои тезисы из обзора игры. Что в ремейке ощутимо подтянули сюжет. Оно и не мудрено. Ваври, который сочинял оригинальный сценарий, было 20 с небольшим лет. И что точно так же в некоторых местах, ремейк все же проигрывает оригиналу именно с точки зрения игрового процесса. И во многих просто отличается, но там уже включается вкусовщина, кому какой темп больше нравится. В общем, выводов у меня на сегодня для вас нет. Это была просто пища для размышлений. И перед тем, как вы отправитесь ее переваривать, не забудьте прожать лайки, подписки, позвенеть колокольчиком. Но помните, что эмоции не измеряют в числах. До скорых встреч на Стоп Гейм Руб.